Добрый день, дорогие зрители рубрики IQ. Нам очень приятно, что вы интересуетесь такой темой, как современное искусство. И сегодня у нас в гостях замечательная художница, которая сама себя сейчас и представит. Добрый день, дорогие зрители, я Юля Зелинская. Юля, как давно у тебя появилась тяга к рисунку? А было ли это с детства или это пришло в какой-то более поздний период? Ну, рисую я с самого детства. Я помню, когда я была маленькая, часто даже дала родителей с работы, и каждый день я должна им была подарить какую-нибудь маленькую новую работку. То есть я так подозреваю, я так мир воспринимала. Наверное, я что-то думала, то есть я рисую, радуюсь чему-то, я тоже рисую новую картину, но огорчаюсь тоже рисую. То есть я как бы воспроизводила свои какие-то личные эмоции, ощущения в виде вот рисунка. Потом я пошла, уже когда подросла, меня отправили в художную школу, но сложилось так, что заканчивая высшее образование, я абсолютно по другой специальности ушла в юриспруденцию, закончила Российскую Академию правосудия. Видимо, от судьбы не убежишь. И она меня сама направила обратно в творчество. Вот я до сих пор и рисую. Любому художнику рано или поздно приходится определяться со своим стилем. Как называется тот стиль, в котором работаешь ты? Я бы его как-то так классифицировал, как мистический, сюрреалистический импрессионизм, что-нибудь в таком духе. А как именно ты считаешь, называется тот стиль, в котором ты работаешь. И когда я начинала рисовать, я абсолютно не задумывалась о том стиле, как бы я сама дала бы название, какое ему. Но так как люди очень сильно любят давать название всему, что есть на этом свете, я бы его назвала театральный реализм. Почему? Потому что да, вот вы правы, что в моем творчестве там присутствуют и нотки импрессионизма, и сюрреализма, и мистического реализма. И я это представляю как вот театр, да? Театр, он объединяет же в себе тоже много грани определенных направлений. Это может быть и драма, и комедия, все в один и тот же момент. Вот из-за того, что в моем стиле присутствует много определенных, ну разных, я бы сказала, направлений, я бы назвала это театральным реализмом. А чем навеяны сюжеты своих работ? У меня нету определенного какого-то вот источника вдохновения, там, например, как фильмы, либо музей, либо музыка. Я помню, слышала разговор как раз моего отца и моего младшего брата, и он достаточно в маленьком возрасте сказал, что это настолько несвоеобразное и удивительное, что папа спросил, как тебе это пришло на ум? А брат Илья, он отвечает, мне мысль просто упала в голову. И вот мне кажется, что вот источником вдохновения для меня является вот именно какое-то вот, ну прямо вот снисхождение какой-то мысли, которая просто попадает в голову, и дальше ты уже плывешь по течению, и она развивается либо дальше, либо эти образы могут трансформироваться. То есть я бывает сажусь за холст, и я не знаю, какой именно, ну то есть какой будет результат в итоге. То есть оно плывет само по себе и как-то трансформируется. А бывает вот четко, что-то увидел, что-то запомнил, чем-то загорелся, и ты конкретно знаешь, чем закончится в итоге эта работа, то есть что должно быть на холсте. То есть ты прям воспроизводишь то, что вот ты задумал. Всегда по-разному очень бывает. Особенно мне ценны работы, которые вот я села, и вот что-то само меня вело. Мне кажется, в этот момент как бы вселенная что ли говорит с тобой, то есть и потом ты сам удивляешься этому результату и как бы особо рад ему. Во многих твоих работах присутствуют знаки зодиака. Имеют ли они какое-то сакральное значение для твоего творчества, или это просто какие-то декоративные элементы? Ну астрология это в принципе ведь такой символический язык. И издревние же люди изучали звезды, то есть издревле были какие-то определенные понимания космоса. То есть не зря же людей всегда туда тянуло. Вот сейчас это может быть не так уж сильно популярно, наверное, в нашем современном обществе. Но я считаю, что нотки космоса скорее даже не нотки, а вот мы все находимся под его влиянием. И даже когда человек рождается, планеты, когда они, ну вот в тот момент, когда они родились, они записывают как бы определенный код, то есть твоей жизни. И потом ты в соответствии с этим кодом проживаешь всю свою жизнь, то есть как бы с тобой определенная ситуация случается в соответствии с тем, как оно было предписано уже заранее. Твои работы в какой-то степени можно назвать и мистическими. Если долго всматриваться в полотно, то начинает складываться такое впечатление, что ты потихонечку в него погружаешься. Присутствуют ли в твоей жизни какие-то мистические события, вот может быть немножечко необычные, и как они влияют на твое творчество. Ну, про мистические события, мне кажется, что вот люди называют, да, это вот чем-то сверхъестественным. Ну почему же? Это совсем не сверхъестественно, это вполне естественно. Просто некоторым из нас либо открытые вот определенные, да, ну то есть чем шире твое восприятие мира, тем больше ты каких-то вещей можешь, ну, принять. А если восприятие мира достаточно, ну, как бы не то, что ограничено в силу ограниченности, а в силу определенных каких-то правил, которые уже были созданы в этом обществе, то немножко эти вещи, да, могут даже пугать, ну, то есть какие-то определенные. Я не стремлюсь там называть определенные ситуации, которые со мной происходят мистическими, я их просто принимаю, когда это естественно, просто это немножко необычно. А какие творческие планы тебе хотелось бы реализовать в наступившем году? Может быть выставки какие-то, может быть какие-то новые работы у тебя запланированы? Вот в этом году, вот как раз в мае, я еду в Монако с выставкой, и я, конечно же, хочу продолжить вот свою астрологическую тематику работ, хочу пополнять дальше эту серию работ, развивать ее, слушать, что говорит космос. Мне тоже самое очень сильно интересно. Вот вы говорили про портал, да, ну, то есть как бы я не всегда даже, ну, вот я вложила один определенный смысл в картину, а от зрителей я слышу определенно, ну, абсолютно разные какие-то ощущения. Это действительно ведь как портал, то есть то, что я в нее вложила, оно там не заканчивается на холсте. Ну, то есть люди могут видеть что-то свое, это как бы вот оно и есть, продолжение вот этого портала, что вот люди могут увидеть вот что-то такое, что близко именно им, то есть что они приняли, да, ну, то есть под впечатлением определенной работы. То есть по этому тематику эту я хочу продолжать. Еще у меня есть задумка сделать серию картин, показав параллели между музыкой и искусством. То есть это живопись, да, то есть мы используем цвета, краски, да, нас это все очень сильно радует. Но иногда люди говорят, картина интересно звучит, да, или как-то радостно звучит, или звонко. Вот я слышала такие комментарии, и ведь это ведь правда, то есть картина может звучать точно так же, как и определенная песня, да, то есть либо какой-то определенный стиль, да, то есть музыки. То есть картины могут делиться на жанры точно так же, как и делится музыка. То есть бывают картины рок-н-ролл, там и рэп, там либо еще что-то. Ну, то есть как бы можно... И вот я хочу сделать такую параллель. Интересно, как это будет выглядеть сама еще, не знаю. Просто это пока в задумках. Юль, что бы ты пожелала нашим зрителям? Я бы хотела пожелать счастья, конечно же, всем и каждому, исполнению всех даже самых безбашенных мечт, которые нам кажется сейчас невозможно воплотить. И, конечно же, найти себя каждому, открыть в себе определенные новые грани, найти какие-то определенные таланты в себе. Ну, как бы это может открываться в любом возрасте, то есть в любом человеке. И любви, конечно. Конечно. Угу. 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 Продолжение следует...